Как научиться не роптать на Бога, когда случаются неприятности, а радоваться... Для того, чтобы чему-то научиться, надо этому учиться. Как научиться подтягиваться? Если ты не имеешь подтягиваться, надо просто подтягиваться. Первое время ты будешь болтаться на турнике, как там сосиска, но наступит время, когда время болтания твое увеличится, а потом ты сможешь немножко подёргиваясь подтягиваться, а потом ещё и ещё дальше и дальше. И, наконец, ты первый раз в жизни подтянешься и будет для тебя великой радостью. То же самое касается всего остального. Чтобы чему-то научиться, надо этому учиться. Если это не произойдёт от малого, это никогда не перерастёт в большое. Чтобы понять что-нибудь в высшей математике, нужно сначала пройти арифметику, но потом математику, начало алгебру, начало анализа, а потом всё остальное. Поэтому мы сейчас говорим о высшей математике. Как не роптать на Бога? Как научиться не роптать на Бога? Случились неприятности, человек начинает роптать на Бога. Если вы реально хотите этому научиться, то начните, по крайней мере, с того, что пускай ваше роптание не выходит за пределы вашего рта. Это первое. Вы можете продолжать роптать, но только где-то там про себя. Пускай это будет первым шагом. Это будет арифметика в духовной математике. Когда вы научитесь вполне справляться, по крайней мере, с вот этой частью проблемы, можно перейти на уровень математики, а дальше, может быть, как Господь управит. Но в любом случае, надо с чего-то начинать. Радоваться неприятностям. Радоваться неприятностям, а не роптать на Бога. Радуйтесь и веселитесь, и бомызда ваша много на небесих. Вообще, радоваться, состояние радости, оно не связано никак, наверное, в этом смысле, с состоянием получения удовольствия от какого-то события или обстоятельства. Если человек в евангельском смысле, в библейском смысле живет в состоянии радости, то никакие неприятности не смогут изменить его бытия. Поэтому вот неприятности и состояние радоваться, оно немножко не связано между собой. Если вы хотите научиться радоваться, когда у вас на самом деле на ногу падает молоток или плоскогубцы, то вы можете превратиться в мазохиста. Вот, поэтому давайте так, научим радоваться жизни по-евангельски, и тогда ничто нас не сможет огорчить. И на первом этапе борьбы с ропотом научимся хотя бы рот закрывать для того, чтобы это не уходило дальше вас. Пускай внутри немножко походит и поработает, потом потихонечку затихнет. Помоги Господи, аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.